Медицинский центр Елизавета Информационный итог дня подведут мои коллеги и я, Мирики Ульманов. В эфире программа «Наше время». Здравствуйте. Коммунальщиков под суд. На директора Букурусланской управляющей компании «Жилкомсервис» завели уголовное дело и заключили под домашний арест. Такая же судьба ждет руководство Оренбургской управляющей компании. Лед на реках Оренбуржья тронется уже в конце марта. По прогнозу, вскрытие дают раньше на 10 дней, чем в прошлом году было. Это значит, будет 3 декады марта. Какую погоду, обещают синоптики в ближайшие дни. В областном центре недостаточно церквей и соборов. Митрополит Оренбургский Саракташский Вениамин дал сегодня большую пресс-конференцию. И знают ли оренбуржцы, кто такой Тарас Шевченко? В чем прославился Тарас Шевченко? Что вы связываете с Оренбургом? Кто? Они были у нас? Кто они? Шевченко и Тарас. В Оренбурге в очередной раз стартовал Шевченковский Март. В Бугуруслане задержан директор управляющей компании Жилкомсервис. Следствие считает, именно Павел Тарудько виновен в том, что 6 марта под глыбами льда едва не погибли дети. Все произошло на улице Коммунистической около одной из многоэтажек. Двухметровые сосульки сорвались с крыши дома и упали прямо на проходивших мимо мальчиков 5 и 8 лет. Один ребенок с переломом основания черепа и височной части лежит в реанимации. Второй отделался ушибом позвоночника. Директор Жилкомсервиса сейчас находится под домашним арестом. Хотя следователи настаивали на содержание его в СИЗО. Вину свою Павел Тарудько признал частично. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. А вот его подчиненные в день случившегося пытались замести следы. Сотрудники управляющей компании уже в процессе осмотра места происшествия следователями прибыли к данному дому и начали счищать налец крыши указанного дома. Следователям удалось, опять же повторюсь, зафиксировать реальную картинку. Тем временем Павел Астахов призывает родителей пострадавших детей подать в суд на чиновников и коммунальные службы Бугуруслана. Муниципалитеты и коммунальные службы должны нести ответственность за ЧП, как уголовную, так и гражданско-правовую. Родители должны подать иски. Кроме этого, уполномоченный по правам ребенка поблагодарил в твиттере спасателей и сотрудников ДПС, которые оказали детям первую помощь, заверив, что, цитата, «их действия будут отмечены наградами и поощрениями». Конец цитаты. В начале февраля похожий несчастный случай произошел и в Оренбурге. На улице 1 мая с крыши двухэтажного дома упала ледяная глыба и покалечила пожилого мужчину. Пенсионера с отресением мозга, переломом челюсти и многочисленными ушибами доставили в больницу, где он до сих пор проходит лечение. В случившемся жители дома обвинили Оренбургскую управляющую компанию, работники которой за всю зиму ни разу не появлялись в их дворе. Сразу же после инцидента в Следственном комитете завели уголовное дело, но лишь по факту падения глыбы с крыши дома. Прошел уже целый месяц, а к ответственности почему-то до сих пор не привлекли ни жилищную организацию, ни ее директора Константина Ремнева. И как нам заявили сегодня в Следственном комитете, в ближайшее время будет предъявлено обвинение руководству печально известной Оренбургской управляющей компании. Между тем в Оренбурге жители 36-го дома по улице Краснодарской рискуют тоже стать жертвами сосулек. Снег и глыбы льда, по словам людей, угрожающе свисают с крыши уже не первую неделю. Но коммунальщикам до этого дела нет. На жалобы жильцов они никак не реагируют. Ольга Патрушева выясняла, как живется в доме, про который все забыли. Без особой нужды из дома здесь никто не выходит. Опасно слишком. Мало того, что дорожки скользкие, как отток, да еще и с крыши угрожающие свисают глыбы льда и снег. Постоянно вот эта вот крыша съезжает снег, сосульки. Они приехали за зиму один раз только, две недели тому назад. Сбили, ленточки повесили и все, вся их не работа. Дворник у нас с лета не работает. Мы сами снег чистили здесь. Это лопату сын привозил мне. Это долбим сами. Дворник, и как будто мы здесь не захистуем. Только мы оплачиваем все услуги. А ведь жителей этого дома здесь действительно уже и не должно быть. Дом под снос, людей планировали расселить. Но новые квартиры на улице Турбинной все никак не достроят. Вот и приходится трем семьям жить на отшибе, практически на свалке и в забвении у коммунальщиков. На нашем доме сосульки, дети гуляют. Вот у них ванны, вот двое детей, ну внуков я имею в виду. Вот, ну что ж такое, дети гуляют. Соседка вот Люба у нас тоже выходит с детьми гулять. Это какое-то безобразие получается. Один раз чистили. Вот веревочку так и провесили, вот эту красненькую ленту. Все, типа того, мы должны где обходить, по куче что ли? А дети же, они везде гуляют. Дети же, они везде, да. Да, дети везде гуляют. Не было ЧП? Ну, слава богу, пока. Тво-то-то, конечно, не было пока ЧП. Но все равно очень страшно ходить, очень скользко. Пока мы общались с жильцами, к соседним домам прибыли коммунальщики и начали сбивать сосульки. Жители ликовали. Наконец-то им удалось достучаться до спецслужб. Однако, очистив два расселенных здания, до третьего еще жилого, так очередь и не дошла. Видимо, людям придется вновь самим брать лопаты и лезть на крышу этого аварийного дома. То же самое, похоже, придется делать и другим оренбуржцам. Каждый день в единую диспетчерскую службу. С этой проблемой звонят десятки людей. Ольга Патрушин, Медведь Примачек. Наше время. Ушла под лед. Сегодня утром молодая женщина угодила в полынью на реке Урал. Все произошло в районе пешеходного моста. Оренбурженка, как следует, отметив накануне праздник, видимо, решила прогуляться до противоположного берега. Но не успела сделать и нескольких шагов. На помощь утопающий бросился случайный прохожий. Ему удалось вызволить гражданочку из ледяной воды. Следом подоспели и сотрудники МЧС. К счастью, медицинская помощь выкупавшейся по неволе не потребовалась. Спасатели обращаются ко всем оренбуржцам с просьбой не повторять подобных подвигов и напоминают, что лед на реках и озерах уже по весеннему хрупок и тонок. И, кстати, синоптики обещают, что этой весной ледоход на реках Оренбуржья начнется раньше обычного. По прогнозу, вскрытие дают раньше на 10 дней, чем в прошлом году было. Это значит, что будет 3 декады марта. В этом году в Оренбуржье выпало как никогда много снега. И в областном гидромедцентре прогнозируют серьезный поводок, который, к слову, пока еще не начался. И способствует этому погода. Зима не спешит покидать наш регион. Молоко в ближайшее время может подорожать или вовсе исчезнуть с прилавков магазинов. Как сообщают федеральные издания, поводом для этого послужил приказ Минсельхоза. Новый документ обязывает производителей оформлять ветеринарные сопроводительные документы на молоко в пакетах. Для молочников распоряжение стало полной неожиданностью. Ряд производителей уже заявили о неготовности исполнять новые требования. Что думают о новшествах оренбургские фермеры? Материали Екатерины Волковой. Молоко убегает. Молоко может исчезнуть с российских прилавков на 2 месяца. Россияне могут остаться без молока. Производители молока предупредили об угрозе остановки поставок в магазины. О том, что в стране могут начаться перебои с молоком, сообщили практически все федеральные здания. Поводом послужило обращение производственников, которые просят Минсельхоз отозвать новый приказ. Документ, как пишут в газете «Коммерсант», обязывает производителей питьевого молока оформлять ветеринарные сопроводительные документы, а это бумажные справки и свидетельства, в отношении каждой партии произведенного продукта. По сути, с марта этого года может быть прекращено производство и могут быть остановлены поставки питьевого молока в торговые точки, потому что никто из участников рынка не может выполнить требования этого документа. Выпуск молока с сопроводительными документами, по мнению производителей, может также повлиять и на его стоимость. Прогнозируемое увеличение аж до 10%. Сегодня, как сообщают ряд производственников, они вынуждены работать на свой страх и риск до первой проверки. Ведь теперь за отсутствие данных документов, по их мнению, последуют огромные штрафы до 1 миллиона рублей. Кстати, некоторые торговые сети уже стали отказывать поставщикам молока, требуя с них новую документацию. Об этом сообщает уже информационное агентство «Регнум». Если крупные производственники сырья бьют тревогу, то в Оренбуржии пока все спокойно. Все, что принимают, оно все во вред идет. Все эти нововведения все усугубляют и усугубляют без того. Тем временем в региональном Россельхозсанзории спешат успокоить. Новый приказ, по словам специалистов, был издан исключительно для того, чтобы рынок очистить от нерадивых производителей. Ведь до этого ветеринарное свидетельство выдавалось на сырье, так сказать, от хозяйства до переработчика. Дальнейшая судьба молока оставалась туманом. Теперь каждый литр планируют везти в электронную базу. Если уже хозяйство выдаст ветеринарный электронный сертификат, будет видно, на какое сырье оно придет на переработку. Там опять же выработают. Если напишут, что выработали молока больше, чем было ввезено сырья, вопрос, а из чего выработали. Пока новых сопроводительных документов от производственников не требуют. Они станут обязательными с 2018 года и только в электронном виде. И платить за это никому не надо. Регистрация и оформление бесплатные. Также в Россельхознадзоре заверили, что санкции за несоблюдение приказа пока тоже ждать не стоит. Задачи такой нет. Никого штрафовать. Екатерина Волкова, Константин Воробьев. Наше время. Марихуана вместо топлива. Двое жителей Солилецка пробовали переправить наркотик через российско-казахстанскую границу, спрятав его в бензобак автомобиля. Коварный план, правда, с треском провалился. Наркополицейские задержали злоумышленников в Акбулахском районе. За несколько часов специалисты буквально разобрали автомобиль по винтикам, скрыли заваренный бензобак и обнаружили три ствердка с наркотическим зельем. Улов вытянул почти на килограмм, а последствия такой предприимчивости легко могут потянуть на 20 лет лишения свободы. Такое максимальное наказание предусмотрено за контрабанду наркотиков в крупном размере, совершенную группой лиц. За взятку преподавателю осудят студентов. Прокуратура области направила в суд шесть уголовных дел в отношении учащихся Орского гуманитарно-технологического института. По информации правоохранителей, четверо студентов через своих знакомых, которые также учатся в институте, передали заведующему кафедрой автомобилей и автомобильное хозяйство деньги за проставление зачетов и экзаменов. Общая сумма взятки составила больше 50 тысяч рублей. Однако сдать сессию таким образом у молодых людей не получилось. Теперь их ждет суд. В прокуратуре отмечают, что Орского преподавателя взяточника уже наказали. Его приговорили к штрафу в 2 миллиона рублей. О проблемах епархии, развитии семинарий и отношении церкви и власти на вопросы журналистов. Сегодня отвечал митрополит Оренбургский сороктажский Вениамин. Свой пост он занимает меньше полугода и это его первая пресс-конференция. Слово пастыря с интересом выслушал и Виталий Сапожников. Встретиться с журналистами владыка Вениамин решил накануне Великого поста, в том числе, чтобы напутствовать верующих перед предстоящим испытанием. Пост – это нравственный подвиг каждого человека, как каждого христианина. И если человек с верой начинает поститься, он не в тягость, а в радость. Одна из основных проблем Оренбургской епархии, отметил митрополит Вениамин, – это острая нехватка приходов. Особенно это заметно в областном центре. У нас большая проблема и в городе Оренбурге, что патриархия руководством церкви мне поставила вопрос. Ну, во-первых, у нас нет кафедрального собора. Где-то молиться – это, конечно, проблема. Если в центре города мест, где можно помолиться, еще хватает, то в застраивающихся спальных районах людям приходится сталкиваться с неудобствами. Особенно в дни больших церковных праздников. Освещали первый храм, когда нижний. Вы не представляете, я такое видел в советское время в Троице Сергию Лаври, когда патриарху три-четыре были, пока десятки делегаций там было и из других православных церквей. Когда набивалось, если я перекрестился, я толкнул и пошла волна людей до алтаря. Потом оттуда волна шла. Вот так было у храма и в Степном. Одной из главных задач митрополита Оренбургский Саракташский видит развитие духовной семинарии. Для этого учебное заведение должно располагать лучшими преподавательскими кадрами. Сейчас я поставил, чтобы самые лучшие преподаватели, чтобы они приезжали, читали лекции. Сейчас мы поставили вопрос, чтобы было как можно больше остепененных людей. И сейчас мы ставим вопрос, просто это для нас жизненный вопрос, чтобы мы могли принять как можно больше. Своё мнение Владык высказал и по поводу инцидента с настоятельом Саракташской обители Николаем Стремским. Предыдущий митрополит отстранил Стремского отдел. Вениамин же после вступления в должность одним из первых своих решений вернул его обратно. У нас есть своя конституция. И если вы видели так называемые правила апостольские, правила семи вселенских соборов и других, Василия Великого, Афанасия Великого, это то, по чему мы живем. К сожалению, а может и для отца Николая к радости, там нету, что он был и нарушил вот такие вещи. Оценил Вениамин и взаимоотношения церкви и власти в Оренбурге, назвав их вполне удовлетворительными. Виталий Сапожников, Вадим Ильичаев. Наше время. Культурное событие с политическим подтекстом. В Оренбурге сегодня стартовал очередной шевченковский март. Праздник, посвященный художнику и поэту Тарасу Шевченко, проходит в областном центре 40 лет подряд. С таким размахом в наших краях именины Шевченко отмечают недаром, ведь будучи в ссылке, он провел в Казахстане и Оренбурге больше 10 лет. Однако, несмотря на ежегодные почести, воздаваемые творцу, надо сказать, отношение к нему в областном центре всегда было неоднозначным. Екатерина Киселева сегодня повстречалась и с теми, кто считает гениальность украинского поэта непревзойденной, и с теми, кто даже не знает, как зовут Шевченко. Да вот на этом месте когда-то находился дом-музей Тараса Григорьевича Шевченко. Позже выяснится, Шевченко никогда не жил в этом доме, изредка гостил, но буря все равно разыграется до сели невиданное. Киевские власти даже решат обратиться в ЮНЕСКО за столько счетственное отношение к памяти. Суде признаются, из списков зданий, считающихся культурным наследием, дом был исключен, потому его сравняли с землей в разгар года литературы. На фоне почти разгоревшегося международного скандала очередной 40-й, кстати, по счету март, объявленный Шевченковским, выглядит как попытка извиниться. Хотя организаторы события говорят иначе. Культурное событие приобрело политический подтекст, а теперь проходит не только для того, чтобы вспомнить произведение гения, но и для того, чтобы примирить враждующих и еще раз напомнить об уважении и толерантности друг к другу. Есть хорошие слова у Тараса Шевченко, обнимемся с брата. То есть он всегда призывал к тому, чтобы мы жили все, и Украина, и Беларусь, и Россия в целом, жили одним миром, одними мыслями, одними задачами, одними праздниками. Общий праздник растянется на целый месяц. Будут на нем и петь, и плясать, любоваться полотнами гения, цитировать его стихи. А все для того, чтобы не забыть, ведь сегодня произведения Тараса Шевченко не изучают на уроках литературы. А как зовут Шевченко? История. С чем прославился Тарас Шевченко? Что вы связываете с Оренбургом? Кто? Они были у нас? Куда? Шевченко и Тарас. Сегодня Тарас и Шевченко, завтра утратим может и Пушкина, послезавтра и Лермонтова, и Есенина. Это временное заблуждение целой эпохи народа, нашего русского народа. Справедливости ради надо сказать, что отношение к виновнику торжества всегда было неоднозначным. Одни обижались, мол, провел в наших степных краях больше 10 лет и ни единым словом не прославил Оренбуржьи в трудах. Другие, приводя цитаты, уверяли, что Кабзарь вообще недолюбливал нашего брата. Впрочем, сегодня нам все больше встречалось тех, кто не мог припомнить даже имени именинника. После такого о связи поэта с нашим краем спрашивать язык не поворачивался. Скажите, пожалуйста, как звали великого поэта Шевченко? Боже мой, в голове крутится. Господи, не снимайте это, пожалуйста. Да-да-да. Позор. А я не знаю. Шевченко. Саша. Тарас Григорьевич. А что его связывает с нашим городом? Он здесь в ссылке был. Там здесь музей его, тюрьма. Ксирин Кисирио, Дмитрий Примачек. Наше время. Цветы от царя. Накануне 8 марта актеры благотворительного спектакля Иван Васильевич меняет профессию, решили поздравить оренбургских женщин с праздником. Они вышли на улицу в костюмах своих персонажей и дарили всем прохожим дамам тюльпаны. Такой необычный сюрприз женщины, конечно же, оценили. С наступающим праздником 22 марта будет проходить благотворительный спектакль Иван Васильевич меняет профессию по пьесе Михаила Булгакова. Ждем вас, ваших родственников, друзей. Спасибо за внимание. Очень приятно. Напомню, в постановке Иван Васильевич меняет профессию задействованы исключительно непрофессиональные актеры. Премьера спектакля состоится уже 22 марта. Все собранные деньги пойдут на поддержку отдаренных детей. Сейчас информация от городских электрических сетей. Завтра жители некоторых улиц Оренбурга останутся без электроэнергии. Возможно, не будет завтра света и в пригороде. Причина – плановые ремонтные работы. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. В заключении немного коммерческой информации. Спонсор программы – медицинский центр «Елизавета». Качественное лечение алкогольной, никотиновой, игровой и пищевой зависимости. Полноценное снятие тяги. Программа антистресс, нормализация сна. Все лечение проходит анонимно, индивидуальный подход. Центр имеет государственную лицензию. Адрес – проспект Гагарина, 23А. Далее наш выпуск продолжит прогноз погоды на завтра. У меня же на этом все. Успешной короткой рабочей недели и только хороших новостей. А ты выбрал свою картинку? Медицинский центр «Елизавета». Передовые методы лечения алкоголизма.